Позволю себе пару минут демагогии в качестве предисловия к этому видео. Наш русский народ славится своими давними традициями. Я не знаю точно, оставило ли на этих традициях православие свой след, или же наоборот, традиции наложили свой отпечаток на православие. И признаться честно, я далек от церковных праздников, но когда я узнал, что мой друг и товарищ Паша Мартынов на праздник Святой Троицы, или как его называют в народе Родительскую Субботу, собирается отправиться на кладбище к своему деду, я очень заинтересовался. Необычность этого похода заключалась в том, что кладбище это расположено на когда-то жилой территории на границе Нижегородской и Кировской областей. Но в конце 90-х, начале 2000-х годов, жизнь в тех местах остановилась. И от кладбища до ближайшего жилого населенного пункта по прямой 16 километров. Точного расположения кладбища Паша не знал, так как последний раз был на нем с отцом еще совсем маленьким. Ну и зная это, не напроситься к нему в попутчике было просто безумством. Это видео ни за что не сможет передать всего того, что удалось испытать в этом походе. И дело даже не в физической сложности прохождения маршрута. В этом походе я видел то, чего не видел еще нигде. Я никогда не видел такого количества гнуса, мошек, комаров, слепней. Я никогда не видел, чтобы среди труднопроходимого леса перед тобой неожиданно воснигало кладбище. Я никогда не видел брошенного среди такого леса тракторного прицепа или железнодорожного вагона, внутри которого реально кружится голова. Но главное, я не видел, чтобы люди так трепетно относились к своей истории, к своим корням, к своему прошлому. А то отношение, когда люди совершенно бескорыстно по первому звонку готовы приехать тебе на помощь туда, куда приехать практически невозможно, пустить тебя переночевать, накормить, за 10 километров лесных дорог вытащить на буксире твою машину. Сейчас такое очень сложно встретить. И вот тебя, уважаемый зритель, я приглашаю, хоть и виртуально, отправиться с нами в поход туда, где время замирает. Поселок Бурепалом Нижегородской области. Один из тысяч поселков нашей страны, являвшийся некогда центром целого комплекса лагерей для заключенных под названием Бурепалом-Лаг, маленьким островком архипелага ГУЛАГ, описанного Солженицыным. Сюда мы приезжаем на машине ранним утром, оставляем ее здесь и с рассветом двигаемся пешим порядком по насыпи бывшей узкоколейной железной дороги, до брошенной деревни Орлова, которую основал Пашин Прадед. Там ночуем, оставляем вещи и утром налегке идем искать кладбище. Затем вновь возвращаемся в Орлова, ночуем и выдвигаемся в Бурепалом к машине. Чуть более 70 километров на три ходовых дня. Тяжело, но в целом выполнимо. Таков был наш первоначальный план, но судьба внесла в него свои значительные коррективы. Проехав от Ярославля примерно одну треть пути, наша машина сломалась в 20 километрах от Галича. Стало ясно, что рассвет мы будем встречать не в Бурепаломе, а у ворот Галичского автосервиса в ожидании мастера. Пришлось искать эвакуатор, благо недалеко от города это произошло, от Галича. Пришлось пахе ехать эвакуатор искать. Я пока его ждал. Вот нас привезли к слесарной мастерской. Но откроется она только утром. А сейчас время пол первого, и мы решили, время позволяет, решили поесть. Накрыли поляну. Вот так вот пока у нас дела идут. Но мы верим в лучшие. Ну да. 7 часов утра. Нам еще где-то примерно час до прихода мастера. Вон там мастерская. Машину пришлось немножко сдвинуть, потому как со станции с утра выезжал автобус. Ну, соответственно, выбиваемся из графика. Будем надеяться, нам быстренько починят машину, и мы поедем дальше. Ну, в общем, мы уехали на дорогу. Значит, 10.30. Потратили. Ну, получается, потеряли где-то 12 часов. Мы вчера в это же время, ну, где-то так вот. Пол 11-го у нас не произошла поломка. Ну, и надо сказать, что нам еще повезло, потому что, во-первых, в Галиче нашелся вчера эвакуатор. Уже почти ночью. Нашелся автосервис, который с утра открылся. Без очереди мы на него попали. И нашелся магазин, в котором оказался нужный подшипник. В общем, вот так. Спасибо, мастерам Галича. Да, и взяли, кстати, пацаны, недорого, да? Да. Получается, за переворку генератора тысячи рублей, плюс еще до магазина за этим роль, ну, за подшипником свозили. Подшипник 250 рублей, то есть очень-очень-очень самопохожеский. Мы упали с долго, не думаю, чего. Надеюсь, больше поломок не будет. Ну, да. К сожалению, буржуйский Google Maps, используемый нами в качестве навигатора, не знает, что не каждая русская дорога приспособлена для движения транспорта. Это был второй подарок судьбы в этом походе. Паха, что ты думаешь по этому поводу? Ты потом запикаешь то, что думаешь? Сложная ситуация еще в том, что у Пахи сцепление начинает очень сильно свистеть, и поэтому переключаться часто, но очень стрёмно. если оно вдруг здесь подведет нас, то будет неприятно. В общем, суть в чем заключалась. Мы ехали по Google картам, и задав буреполомку как конечный пункт назначения, он проложил дорогу и варианты объезда. Указал, что вот здесь вот, что получается, покороче, да? Да. Что вот по этой дороге путь короче, но немножко вроде как подлиннее по времени. На 25 минут. На 25 минут длиннее по времени. Мы решили все-таки выбрать короткий путь, потому что в начале дорога еще была дорога еще была асфальтовая, ничего, но и вот в итоге вся эта авантюра переросла вот в такое вот дело. И при этом движемся-то мы не на каком-то прокачанном уазике, а на... на Черри Тинго. Впереди дней, кстати, это дома. Я так полагаю, что мы уже близки в таком-то зеленом пункте. Возможно, это шерстки. Вот эта дорога, которая сейчас... мы считаем, что это дорога. Уложена бревнами, досками, горблем. Возможно, для лесовозов это достаточно хороший маршрут. Редактор субтитров А.Семкин вверх. Что, масло, да, горит? Мы с паханом разделись. Тигр у нас там засел. Воды вот было уже. В салон затекало. Дальше там уже нереально. Паха пошел смотреть дорогу. Вот там вдоль железки вроде что-то было накатано. Я пока здесь стою. Это количество какой-то оводов слепнее. Это просто невыносимо. Вот такая жесть. Там чисто теоретически. Можно приехать. Потому что для полосна, у нее песок по дорогу плеск, куда она пройдет. короче, постигла нас жесть. Значит, мы сейчас находимся в полуумирающей деревне под названием Сюзюм. Это совсем не та деревня, куда нам надо было приехать. Скитаясь по этим дорогам, мы не смогли пробраться. Машина у нас испытаний не выдержала, короче говоря, все уже не смогла. Дверь задняя помялась. Но самый главный и страшный пиздец не в этом, а в том, что сцепление. Передачи не включаются и дороги отсюда на выезд по сути нету. Короче, мы пока машину оставляем здесь и пойдем пешком на шерстки по железной дороге. Ну и все. И там на ходу что-нибудь еще наговорим. Когда в жизни не ходил по железнодорожному мосту через реку пешком. Это тоже приз. Первый раз довелось это испытать. Ну, попробовать здесь вот на границе Нижегородской и Кировской областей. В общем, смотря на что мы двигаемся. Вышли мы на железку туда вот в сторону Бурепалома, населенный пункт, который был нашей целью. А вот этот деревня Сюзюм одна ее часть вот здесь. Здесь вообще, по-моему, один дом живой. И вторая часть вон там, вот за речкой, но здесь не видно. Трудно здесь жить людям. Стопудово людям тяжело жить, потому что даже сейчас, когда было сухо, ну, в принципе, дождей вроде больших не было. Проехать мы заехали в эту деревню с одного конца. Ну, с одной стороны дороги, там жесть. И поехали по другой дороге. Там еще большая жесть. Короче, фиг знает, как пахам будет убираться. Да, время у нас 15,7. 15,7. Мы еще, в принципе, не ели. Пока как-то не хотелось. И еще большая проблема. Ну, не считая того, что у пахи натирает паха. Это даже, наверное, мелочь. Очень много комаров, мошек и всяких оводов. Мы когда там блуждали по дорогам, разделись, нас их исписали здорово. Ну, не знаю, засыпать, наверное, придется чесаться, как чистоточный будем. Что еще, Паша, есть что добавить? Ну, пока нет. А, сотовой связи здесь пока нет. Появилась. Появилась. Вот появилась сотовая связь. Сейчас тут смс-ки отправим, что вроде все нормально. Ну, относительно. Как хорошо поезд отогнал всех комаров. От него такой прохладный, легкий бриз. Две говорящие головы снова в кадре. У нас сейчас небольшой привал вот на этом блоке. Этот блок, он, в принципе, и уперный. Да. Я когда тут как-то снимал, голый, немножко вот там в кустиках, чуть подальше я был, а Паша как раз шел по этой тропинке, просмотрел дорогу. Вот. Мы потом сюда поднялись, и здесь вот такая вот бетонная херка, фигня, и дальше уже, ну, собственно, проехать тяжело, и там дальше тоже неизвестно, что. В общем, на этом месте мы на машине застряли, а там вот, где дорога идет, ну, там лужи. А, ну, это я снимал. Вот. И вот отсюда перили назад. Так. Время у нас 20 минут восьмого. Идем мы сколько получается? 40 минут. 40 минут мы идем от от деревни. Как она называется? Сюзюм. Сюзюм. Интересное название. От Сюзюма. Ну, наверное, половину прошли. Еще половина. Я думаю, даже меньше, потому что там по поворотам уже должен быть мозг и закупить. Там, соответственно, надо же встретить и достает и место. Идем мы. Впереди второй железнодорожный мост в моей жизни, который я буду пересекать пешком. И Пахин тоже. Пахан. Так а тут доски реально скрипят. под тобой. И речка течет. Блин. И где даже она не течет. Там еще страшнее. Время до 15.8. По факту мы идем час. Сейчас, которые дали проект к 5 километрам вдоль ШД полосы. И дошли до станции Ширские. Может, наблюдать не брем. Сейчас нас здесь должен светить друг моего отца и довести уже до приплома. Ну, а дальше уже по факту будем. Давно скажем, что будет дальше. Вон плюные спортсменки бьют. Спорт везде жив. На удивление. Вроде населенный пункт. А люди здесь бегают. Обычно принято считать, что у нас бухают в деревнях. А это вокзал. Коми женами? Я не знаю. Песик. Да, пёсик. Там километров пять курицев. Время без 15.9 Мы находимся в населенном пункте Шерстки. Поужинали и хотели сходить в магазин. Пополнить кое-какие запасы. три магазина есть. Но все они работают до 8. Один два до 8 работают. И вот один райпошный должен до 9. Но сейчас без 15 минут, а он уже получается закрыт. Ну понятно, все люди уходят пораньше с работы. Сейчас пойдем назад. Нас приутили на эту ночь Пашины родственники и завтра мы с ними выдвигаемся на нужную нам точку на тракторе в сторону, где раньше была узкоколейная железная дорога. Неизвестно, как там поедем, по каким дорогам. А что, пойдем потихоньку? Да. А здесь вот этот населенный пункт, там вот за нашей спиной находится зона, на ней живут, ну, зона, и, соответственно, туда же там же находится, как нам сказали, колония поселения, то есть, если там, ну, например, водитель сбил человека, то он отправляется в колонию поселения. вот они же проживают где-то здесь же, вот, и у них есть какое-то свое подсобное хозяйство, за счет которого и зона живет, ну, и, видимо, они там, как мы поняли, что-то там сдают куда-то государству, вот, ну, и как-то так ходят на наметки на эту зону, что если они никакого, ничего не будут выдавать, никакой продукции, то ее могут закрыть. А, соответственно, населенный пункт этот вот, он совсем небольшой, вот улочка, там улочка, ну, еще небольшой, если можно так сказать, да там уже, наверное, окраина, с железной дорогой, откуда мы пришли, вот, собственно, весь этот населенный пункт и живет за счет этой самой зоны, вот, и работы здесь нет, соответственно, если закроется зона, то жизнь здесь, ну, вот, Паша предположил, что лет десять, и, собственно, все, а завтра как раз наш маршрут на тракторе и поедем мы в ту сторону, где когда-то же была жизнь, вот, смотри, змея, змея, где когда-то была жизнь, но как вот из этой змеи она со временем ушла, то есть был колхоз, ну, ладно, может быть, завтра что-нибудь еще узнаем поточнее, наговорим на камеру. Сейчас на дворе у нас 21 век и получается, что наша русская деревня по сути все дальше отходит как бы от нас. А все вымирает. Вымирает, да, и все дальше отходит от нас, от городских жителей. Я вот, как житель городской вообще, по сути, мало что о ней знаю. ее выживает, не то что... И так получилось. по сути, нам, наверное, повезло. Этой ночью мы с Пашей ночуем в так называемых пологах. А пологи это вот такие вот спальные места, да, или как это правильно назвать. Ну-ка, вот здесь уже находится человек. Как можно видеть, матрас, перина, и все это закрывается таким вот навесом, где ни комар, никакой гнус не сможет никогда покусать тебя. для меня, как для городского жителя, эта вещь вообще уникальная, по сути. Я вот никогда этого не видел. Вот. И более того, вот это помещение, где эти пологи размещаются, тоже носит свое название. Ограда. Ограда называется. Вот. Можно видеть. Здесь, по сути, вот раз, два, три, четыре полога. 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 А, правильно, полога, да? Да. Полога, правильно. А они вот так из ткани, да, делаются, или какая-то сетка? Из материала. Вот такая вот, это чисто русское изобретение? Ну да. От мусорка. Мне, как не очень городскому жителю, в принципе, я с детства знаком данный вид спального места. Ну вот. А для меня вещь новая. Вот так выглядит сверху. Да, интересно. Вот он. Немножко знаний в мою копилочку. Так выглядит полог изнутри. Полог, да, Паха? Угу. Полог? Угу. Полог. Время четвертый час. На улице сейчас вот дождик идет. А часов с 12 здесь вообще поливало. Здорово. Сейчас решается вопрос, что делать дальше. Выспался, Пах. Вот на этой технике мы продолжим дальше движение, докуда сможем проехать на старое кладбище. Туда сегодня едет много людей. Вот. И мы поедем вместе с ними. Пахан! Помаши знамя. Малыши знамя. В общем, мы выехали из Шерстков. Они сзади нас остались. И движемся на этой технике вперед на Бурепалом. А впереди сверкают молнии. Но нам куда-то вправо, да, Пах? Да? Нам куда-то вот туда, там виден просвет. Может быть, пройдет и не будет ни погода нас одолевать. Оставшийся день и следующий день. В Бурепаломе наш прицеп заполняется людьми. Кто-то местный, кто-то из Нижнего Новгорода. Мы вот с Пашей из Ярославля. Кто-то хотел, да не смог приехать. Слишком далеко. Чувствуется у всех праздник. Все очень рады этому хмурому утру. После непродолжительной паузы для приветствия и фотографирования мы отправляемся в путь. Саня, ты не помнишь? Не помню, помню. Я готовлю маленькую. Да, берите, зайдем на севалочек. Вот, первую я с ней раду сделаю. Ой, понятно. Сидя в тракторном прицепе, под хриплая тявка не двигателя, невольно прислушиваешься к разговорам людей, сидящих рядом. Все разговоры – это череда воспоминаний. Кто где и как жил, кто на какого предка похож. Забавный случай из жизни когда-то живого колхоза под названием Колос. Особую дискуссию вызывает тема дороги до кладбища. Далеко ли трактор сможет проехать, ведь дороги тут нет. Мы движемся по насыпи узкоколейки. Много ли придется идти пешком? Кто-то знает, что есть старые секретные тропы, по которым можно сократить путь. Но где они, доподлинно никому неизвестно. Глядя на старенький триколор с гордой надписью Колос, по неволе задумываешься о патриотизме. Как по мне, патриотизм он не там, где чиновник в дорогом костюме и в красивом кабинете рассказывает нам с экрана телевизора о том, как надо любить свою родину и принимать ее такую, какой она есть. По мне, патриотизм он здесь, в этом тракторном прицепе. И что это, если не любовь к своей малой родине, к своим корням? Каждый год эти люди с разных городов центральной России в один и тот же день собираются здесь, в Буреполове. Садятся в прицеп, гордо крепят флаг и едут на кладбище. Едут до туда, куда трактор сможет доехать, а дальше пешком. Сначала на кладбище, а потом назад в Буреполон. Напомню, дорог тут нет, а расстояние в один конец не меньше 20 километров. Ну вот и все. Через 5 километров трактор встает. Ну вот и первое препятствие. Оно же, наверное, и последнее. Иди, иди сюда. Иди. А что это за река? Руку сухше. Не, не, не. Было бы сухо, я бы сейчас проперся. Сухо. Пониже выключил и пошел потихоньку. Тут трапы бы, там тоже. А сейчас ты раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ТРЕВОЖНОК Продолжение следует... 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 вот наша карта это получается да карта уже здесь вот трактор нас оставил вот здесь вот первая речка нукша кардон лучше мы дошли до уже здесь получается где-то километров 7 примерно короче суть в том что узкоколейку вот эту две речки до пересекну она пересекает две речки вот эту вот нукшу и унжу по ходу нашего да дальше еще шмарик это уже получается со стороны южного ближе к южному туда шмайщи от узкоколейки вообще ничего не осталось только вот эти шпалы высокого то есть отсюда видишь высокое место но вот железная дорога опоры стояли но страшно ну как страшно не особо приятно гниловатый причем шпалы перешагиваешь просто по шпалам на стил дул свое время на мотоциклах проезжали но потом сгнил и тут такую пионерку последний раз просто прокалкивали сам пешком переводили просто вот сколько здесь получается людей то уже нету времени я не бывал а то не знаю последний раз в конце девяностых это мы ехали через месяц